И уносит меня в тенящий веслежных льдарь. Примерный коня, век, примерный коня, Текабы не варит играть. В большом праздничном онлайн-концерте вокального коллектива «Эврика» приняли участие 40 юных артистов в возрасте от 4 до 17 лет. После долгой паузы ребята пели на сцене. С марта прошлого года в связи с пандемией все живые выступления и конкурсы были отменены. Конечно, перерыв очень сказывается, появляется сценическое волнение, всегда страшно пробовать это заново. Но наши дети справились, несмотря на то, что на них была большая ответственность. Мало того, что концерт полностью вживую, в прямом эфире, то есть уже ничего нельзя исправить, где-то что-то переснять, смонтировать. Я была уверена, что все пройдет хорошо. Было волнение, как обычно, оно всегда бывает. Без этого никак. Но, в принципе, я считаю, что все прошло вообще отлично. Концерт транслировался в прямом эфире ВИДНОВской детской школе искусств. Такое мероприятие проходило впервые. Все люди, которые нас смотрели, они были непосредственными участниками нашего концерта. Они могли передать привет, какие-то поздравительные пожелания. И в процессе концерта наш ведущий их зачитывал. Если честно, это был такой первый опыт, но он был очень интересный. Концерт длился около двух часов. Юными вокалистами было исполнено 24 песни. Концерт у нас уже набрал более 3000 просмотров. И регулярно у нас просмотры растут. Людям нравится. Получили огромное количество отзывов положительных. И у нас был такой интернациональный концерт. У нас посмотрело его 17 стран. Участница вокального коллектива «Эврика» Арина Кузьмина признается, что всегда очень переживает перед выступлениями. Когда ты выступаешь, все спешат. И я очень волнуюсь, что я что-то делаю не так. И все, и концерт пропадет. Мы уже отдавали один концерт, и там мы слова перепутали. Но ничего, было страшно. Немного волновалась и пятилетняя Анна Малинова. Несмотря на свой юный возраст, Аня уже многократный победитель различных международных конкурсов. Предпочитает исполнять веселые песни. Одна из любимых про медуз. Такая песня, где мама медуза, папа медуз, ребенок медузенок, прожарник карапуз. Это семья медуз, где они живут в глубине моря. Без зрителей, но все же на сцене. Сейчас все конкурсы и прослушивания проходят в режиме онлайн. Многие учащиеся школы искусств уже привыкли к такому формату выступлений. Я записываю в Инстаграм каверы на разные популярные песни, играю на пианино и пою. У меня видео набирают по 500, по 1000 просмотров. Меня даже замечают сами авторы песен и лайкают меня. Стоит отметить, что конец прошлого года для вокального коллектива выдался очень насыщенным и плодотворным. Воспитанники «Эврики» приняли участие в одних из самых сильных конкурсов страны. Это международный конкурс композитора Александра Ермолова «Мы вместе». Международный конкурс-премия композитора Анны Петряшевой «Свободная птица». И всероссийский конкурс эстрадной песни «Маленькие звезды». И вот все наши дипломы, которые мы получили, всего у нас 18 дипломов. 17 – это лауреаты и один диплом дипломанта первой степени. Сейчас у юных артистов идет активная подготовка к традиционному капустнику, который состоится в конце января. Дети сами пишут сценарий и готовят номера. Также в планах коллектива весной организовать еще один онлайн-концерт. А всем желающим заниматься вокалом напоминаем, что уже в мае в ДШИ начинаются вступительные экзамены. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.